Всем привет! Давно мы с вами не ели фрукты. Сегодня будет второй обзор на тропические фрукты Таиланда. Ну что ж, поехали! И первый фрукт в нашей коллекции это, подумайте, яблоко. Нет, это гуава. Очень похоже на яблоко. Растет на вечно зеленом дереве тайском. Похоже такое на репристое яблоко. Намного тверже и запах немножко другой. Ну что ж, пробуем. Разрежу полностью, покажу какое внутри. Вот так вот выглядит внутри. Косточки полупрозрачные, похожи на косточки помидора. Их очень мало. Это зеленая гуава, есть еще розовая внутри. Пахнет немножко орешком и зеленой грушей. Очень сочная, не сладкая, не кислая. Освежающий такой приукус. Кожица слегка твердая. Ну, в принципе, прикольно. Очень даже неплохо. Так же говоря о гуаве, витамина С здесь пять раз больше, чем в апельсине. Так что, если будет возможность попробовать, обязательно пробуйте. Окей, вот такой вот крутой розовый фрукт. Это dragon fruit. Драконий фрут, либо питахая. Полностью экзотический. У нас таких ярких и красивых. Я не встречала фруктов. Так вот. Ну, кстати, питахая доступна в наших странах, в магазинах. Это больше, как экзотика, чем обычный фрукт. Ну что ж, пробуем. Вот так вот, пожалуй, разрежу вдоль. Она бывает двух видов, даже трех видов. Вот, потек сок, и я уже знаю, какой это вид. Она бывает белая внутри и красная. Это, мне повезло, это красная. Очень сладкая должна быть. Видите, мякоть очень сочная, красочная. Видите, красит прям как черника, наверное, или даже не так, как буряк. Очень красочная, сочная, и много-много косточек, похожих на киви. Вот такая вот. Ну что ж, пробуем. Больше всего мне нравится кушать ее ложкой. Я сделаю вот так вот. Достану, просто ложечку. Ай. Очень скользкая. Очень сладкая. Очень сладкая. Очень сочная. Косточки. Косточки, кстати, не мешают, так хрустят во рту. И даже губы можно красить. И язык красить. Так вот. Классная. Классный фрукт. Кто пробовал, напишите, понравился вам или нет. Ну что ж, следующий фрукт на очереди. Я готова ловить. Давай. А-а-а. Сейчас я вам покажу, почему вместе с Кульком. Он очень и очень колючий. Вот такой вот. Это змеиный фрукт. Или же салак. Вот такая шикарная грона и веточка. Салака. Он еще колючий и тяжелый. Также, когда мы покупали в магазине, я разрезала палец даже. Это очень хорошо. Фрукт этот, даже еще не очищенный, очень пахнет. Но, опять же, чистить его не так уж просто. Так. Беру самый большой этой веточки. Мы его очень любим. Открываю ножиком, потому что колючий. Не так уж просто его очистить. Немножко подковырнуть. А дальше уже можно пальцами. Очень просто очиститься. Вот видите, красивая кожа такая. Как змеиная. Вот реально, как змеиная. Так. Очищаем. И внутри обычно одна либо две дольки. Здесь вот две. Вот если подковырнуть кожу, очень легко очищается. Видите, внутри такой белый, красивый. А сверху колючий, вот как как кожа змеи или ящерицы. Запаха от самого плода. В принципе, нет. Вот когда он в коже, немножко пахнет. Так. Не пахнет. Разрывает две долечки. Кисленький. Но одновременно сладкий. Но одновременно кислый. Но приятная окисливка такая. Мне неплохая. У меня, похоже, кофейный немножко такой привкус есть. Игрушка отдает немножко. Вкус абсолютно оригинальный. Ни на что не похож. Очень большая косточка. Сочный. Прям течет по рукам. Классный тоже. Если будет возможность, обязательно попробуйте. Но будьте осторожны при выборе. Также важно учитывать цвет. Если очень-очень темный и иголки, уже иголок практически нет, это значит, он уже переспевший. Может быть, невкусный. Вот так вот. И следующий наш фрукт. Вот такой вот экзотический. Сантоу. Мы его еще не пробовали. Мы его сегодня впервые увидели на рынке и сразу же купили. Вот так вот он выглядит. Сантоу. Так. Ну что ж. Пробуем. Кожура плотная такая. Толстенькая. Не знаю, какой он внутри. Боюсь, чтобы не повредить. Хочу красиво как-то его открыть. Ой. Такой он, конечно, странненький внутри. Нет, наверное. Блин, я не знаю даже как. Вот как-то так открываю. С виду так себе, конечно. Ой, а пахнет очень классно. А пахнет... Абрикоса или, может, мектарина чем-то таким хорошим пахнет. Но кушать здесь на самом деле практически нечего, если я правильно понимаю. Потому что вот эта кожица, она такая немножко терпкая, но, мне кажется, несъедобная. Сейчас пробуем. Вот это только то, что съедобное. Здесь еще и косточка огромная. Что же здесь кушать, ребят? Вкус очень классный. Очень вкусный. Пахнет очень хорошо. По текстуре на сливу похоже. По вкусу я даже не знаю. Такой легкий, еле-еле сладковатый, без кислинки, без ничего. Такой не очень насыщенный вкус. Но здесь кушать практически нечего. Это все косточка. Вокруг только немножко-немножко жлейки такой съедобной. Не, ну если постараться, в принципе, ее можно что-то от косточки отодрать немножко. Но он вкусный. И пахнет очень круто. Жаль, не могу передать запах. Класс. Однозначно попробуйте, но, наверное, выбирайте фрукт побольше. Может быть, там кожура будет тоньше и больше фрукта внутри. Пахнет классно. Идем дальше. Маленький, кругленький. Знаете, что это? Если знаете, напишите сейчас в комментарии, потом проверим. Это маракуйя или плод страсти. Вот такой вот неприметный шарик, как картошечка, а фрукт внутри. Классный. Маракуйя или на английском звучит как passion fruit, плод страсти. Пробуем. Его на самом деле надо кушать ложечкой, которую я не взяла с собой. Очень твердая шкурка. И его надо разрезать вот так вот. И показываю. Вот так вот выглядит он внутри. Много-много косточек с такой желеечкой. Но это самый ароматный фрукт, который я знаю. Он очень классно пахнет. Многие люди его не любят, потому что тоже говорят, что здесь нечего кушать. Здесь только вот такой вот сок, как бы желеечка и косточек очень много. Но на самом деле его любят и ценят за его аромат. Очень такой ароматный, классный. И по моему опыту арабы очень сильно его любили. Ну раз у меня нет ложечки, я буду кушать с ножа. Сказала бы моя мама сейчас, не кушай с ножа, а то будешь злой. Я уже злая. Ничего уже не испортишь. Он очень кислый, кстати. Но вкус... Я не могу ни с чем сравнить этот вкус. Он мне на цитрусовые похожий по вкусу. Здесь очень много сока. Смотрите. Он прям течет. Прям течет. И его используют для напитков, для десертов. Очень классный. Рекомендую, если вы еще не пробовали, попробуйте обязательно. Просто ради того, чтобы вот... Понюхать его. Класс. Следующий. Такой уж, скажете вы, такой уже был. Это другой. Это тоже Dragon Fruit. Но это другой сорт. Это должен быть беленький. Да, вдоль. Очень легко режется. Та-дам! Этот выглядит классно. Как киви с множеством косточек. Беленький. Тоже удобнее всего кушать ложечкой. Но... Да. Я его очень люблю. За то, что у него нейтральный вкус. Вот именно белый люблю очень сильно. Ладно, не с ножа уже. Не сладкий, не кислый. И слегка, так чуть-чуть-чуть-чуть он сладковатый. Но, как по мне, он совсем не сладкий. Много-много косточек. Такой прям освежающий вкус. Такое чувство, что его можно съесть за раз очень-очень много. Для любителей киви, думаю, очень понравится. Потому что киви, он очень часто бывает кислый. Этот никогда не бывает кислый. И здесь очень много его, видите? Кожица очень тоненькая. И кушать его можно. Очень много. Классный. Запаха нет, совсем запаха нет. Такой легкий вкус. Для украшения каких-то десертов очень круто выглядит. Однозначно рекомендую. Какой бы вам не попался, белый или красный, он всегда крутой. И самый большой фрукт в нашей коллекции, но не последний. Давай. Я более чем уверена, большинство из вас знают этот фрукт. Это помело или помело. Кто как называет. Это цитрусовый фрукт. В Таиланде он продается зеленый только. Да. И его очень сложно разрезать. Из-за того, что кто пробовал, у него очень толстая кожа. Кожа. Ну и мякоти как бы много здесь тоже. Ай. Очень сложно хоть бы не порезаться. Сейчас. Открываю. Так. Отсвечивает. Такой вот он. Этот зелен. Зелен. Зеленковастый, наверное. А не, нормальный. Пахнет. Грейпфрутом пахнет. Да. Грейпфрутом пахнет. Но он не горький. Этот тоже такой без, должен быть без очень насыщенного вкуса. Я пробую. Показываю очень много косточек обычно в нем. Прямо реально очень много. И он выглядит, он бывает тоже беленький, бывает розовенький, бывает зеленый, как у нас. И вкусы практически не отличаются. Но нам понравился больше всех розовый. Здесь такого мы не видели. Так. Пробую. Очень сложно чистить его минусы. Как грейпфрут, только не горький. Не сладкий тоже. И не кислый. Такой очень сочный. Тоже освежающий. И кажется, легко так он естся. Кажется, что очень много можно съесть за раз. Ну, только косточки эти. Косточки просто гигантские. Огромные косточки портят всю малину. Ну, если есть возможность, попробуйте. Для любителей цитрусовых апельсинов, мандаринов, грейпфрутов понравятся по-любому. Да. Пробуйте. Так. И еще один фрукт. Я надеюсь, вы будете шокированы, потому что многие слышали об этом фрукте. Но я более чем уверена, что большинство из вас его никогда не видели. Для меня это тоже в новинку. Так что... Та-да-дам! Давай. Ап! Это не лимон. И это не лайм. Это... Бергамот. Как сморщенный лайм. Это бергамот. Так вот. Если вы не знали, бергамот тоже из рода цитрусовых. Так вот он выглядит. Как старый дедушка лайм. Как-то так. Тоже впервые я буду пробовать бергамот. Очень много слышала о нем, но никогда не видела. Сегодня впервые я на рынке увидела и сразу купили. Как лайм. Но тоже очень много косточек. О, этот запах! Боже мой! Это как... Я даже не знаю. Это как лимон. Очень-очень концентрированный, но в перемешку с чаем, с бергамотом. И чем-то еще пахнет. Я не знаю. Он такой прям... Такой насыщенный запах. Прям хочется вот так вот подушиться им, знаете? Классный. Я прям так попробую. Он очень кислый. Очень-очень. С легкой горчинкой даже. Я буду пробовать долечку. Прям очень кислый. Честно. И кожура очень горькая. Теперь я понимаю, почему его не едят. Вот так вот в сыром виде. Его обычно готовят. А в сыром виде, говорят, его не едят. Но... Пахнет он лучше, чем на вкус. Попробуем дома еще в чай бросить. С чаем попробуем. Но... Если увидите, обязательно купите. Класс. Пахнет круто. Ну что ж, ребят. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. На сегодня это все наши фрукты. Не забудьте поставить пальчик вверх. Оцените наши старания. Ведь это видео снимали мы не день и не два. Некоторые фрукты в Таиланде сезонные. И просто нереально их собрать все в один день. Поэтому мы покупали, подготавливали, снимали и дальше монтировали. Надеюсь, вам понравится. И если вы хотели бы увидеть еще фрукты Таиланда, напишите, пожалуйста, в комментарии. И напишите также, какой фрукт вы бы хотели попробовать или уже пробовали. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok